Вторая ссылка отвечает на вопрос, ведется ли запись нашего сегодняшнего вебинара. Да, она ведется. И по этой ссылке вы можете подписаться на наш канал, видеоканал на YouTube, на котором мы выкладываем абсолютно все наши вебинары. Этот вебинар не исключение, он тоже появится на нашем видеоканале где-то в районе, наверное, четверга этой недели. Как только запись отконвертируется и будет готова. Ну и я вижу здесь, как всегда, есть вопросы по сертификатам. Давайте я общую рекомендацию напечатаю прямо в чате. Еще хочу сказать, что по поводу тех, кому не приходят сертификаты, мы тут идентифицировали немножко наши проблемы. Они в 80% случаев связаны, к сожалению, с теми, у кого почтовый ящик находится на Mail.ru. Вот на Mail.ru чаще всего не доходят сертификаты. Это связано со спецификой отношения нашей рассылочной системы и провайдера Mail.ru. К сожалению, пытаемся решить этот вопрос, но пока он нам не совсем поддается. Но в любом случае, в частном режиме это можно будет решить, и как я это написал. Ну и последнее, что я хотел бы сделать, это проанонсировать два следующих вебинара, которые состоятся завтра и послезавтра. Завтра будет вебинар, наш искусствоведческий вебинар, Софья Богдасарова, историка искусства и искусствоведа. Звучит так, да, обращаю ваше внимание, этот вебинар будет не в 12.00, как все остальные, а в 11.00. Звучит название, как всегда у Софьи, захватывающе. Почему у женщины Рубенса в кавычках толстые или про то, как менялся идеал женской красоты европейской живописи. Ну и послезавтра в 12.00 Татьяна Телегина проведет свой вебинар из такого коротенького цикла «Библиография для небиблиографов. Основы библиографических описаний и источников». Вот. Ну, Татьяну представлять здесь не буду, она одна из самых популярных наших спикеров. Что ж, общие слова у меня закончились, поэтому я передаю слово Ирине Владимировне, для того, чтобы она приступила к сегодняшнему вебинару. Сам я, как всегда, ухожу в чат и остаюсь с вами на протяжении... Здравствуйте. Ну что ж, начнем. Прежде чем начать рассказ о наших книжках, о книжках нашего издательства, которые называются «Лаборатория знаний», я хотела бы вот таких пару угодных слов сказать. А именно о том, что мы с вами живем в совершенно уникальной ситуации, когда каждый день возникают какие-то новые технологии, какие-то новые гаджеты. ученые рассказывают о новых открытиях, которые способны перевернуть наше понимание мира и понимание нашего места в этом мире. Поэтому очень важно уметь ориентироваться в этом столь быстро меняющейся ситуации. А что для этого нужно? Для этого нужно просто знать, что происходит. Происходит в науке, в развитии новых технологий. Нужно знать. И эту задачу мы пытаемся решить с помощью книг, которые делаем, издаем в нашем издательстве. Мы ищем таких авторов, мы ищем такие книги, в которых, читая которые, значит, можно узнать об очень сложных вещах. Но книги эти должны быть, конечно, написаны увлекательно и достаточно просто, чтобы и не специалисты в той или иной области науки могли понять суть происходящих вокруг нас явлений. И вот, наверное, начнем с физики. 20-й век был, несомненно, веком физики. Считается, что 21-й век – век биологии. Но и в начале нашего 21-го века было совершено некое открытие, которое завершило картину мира в области физики элементарных частиц. Я имею в виду открытие Бозона Хиггса. И вот тут можно увидеть эту книжку. Написал ее Шон Кэролл, известный американский теоретик, физик. Пишет он обо всем этом с большим пониманием сути, так сказать, всего происходящего. В 2008 году мир узнал о том, что запущена уникальная установка – большой адронный коллайдер, самый большой ускоритель в мире. И тогда, и, собственно, и сегодня тоже. А в 2012 году на конференции, которая состоялась в Мельбурне, было объявлено об открытии Бозона Хиггса. Эта частица, элементарная частица, была предсказана еще в начале 60-х годов. И только можете себе представить, прошло сколько лет, в 2012 году физики смогли зафиксировать ее существование. Почему эта частица так важна, и почему так много было посвящено ей открытию, и вообще истории вокруг Бозона Хиггса выступлений, и в газетах об этом писалось, и книг много было выпущено. Дело в том, что Бозон Хиггса – это такая частица, которая придает всем физическим телам некое фундаментальное свойство, без которых они, собственно, и не могли бы существовать в мире, а именно массу. Один из физиков-теоретиков, пытаясь, так сказать, передать суть частицы Хиггса, он представил такую модель. Вот говорил он, представьте себе, что в комнате находится много серьезных мужчин, и вдруг в этой комнате появляется очаровательная женщина. И вот эти мужчины бросают все свои умные беседы и начинают группироваться вокруг этой очаровательной дамы, которая проходит сквозь комнату, и таким образом приобретая некое облако вот этих вот восторженных, с ее красотой, ее шармом мужчин. И вот эти мужчины – это, собственно, вот эти вот Бозоны Хиггса, которые придают физическому телу в данной ситуации вот этой даме массу. До того уже была физиками элементарных частиц создана стандартная модель, в которой каждая элементарная частица имела свое место. И вот этот предсказанный Бозон Хиггса тоже должен был занимать место в этой таблице. Но ее никак не могли детектировать, эту частицу. И вот только в 2012 году, как я уже сказала, эта победа была, так сказать, одержана. И неуловимый Бозон Хиггса, эта частица Бога, как поэтически назвали эту частицу журналисты, была найдена. Вот эта история, история поиска, история создания огромных установок, требующих усилий, целая такая международная кооперация в создании большого адронного коллайдера и в нахождении Бозона Хиггса участвовали ученые из самых разных стран. В частности, большой вклад внесли и российские ученые из Института ядерных исследований. Вот эта история рассказывается в книге Шона Кэрролла. Эта история включает в себя не только научный поиск, но и политику, и ревность, потому что ученым всем хотелось первым, так сказать, одержать эту научную победу. В общем, это и история науки, и история людей, которые эту науку делают. Вот такая книга. Дело в том, что современная физика таит в себе огромное количество тайн, но не меньшее количество тайн хранит в себе и таит в себе наш мозг. И следующая книга, о которой мне хотелось бы рассказать, написал такой американский ученый-специалист по нейробиологии Себастьян Сюлунг. Называется эта книга «Конниктон». А под заголовок у нее такое название. «Как мозг делает нас тем, что мы есть». Вот эта книга. Долгие годы считалось, что человек определяет все его качества, свойства характера, физические здоровья и так далее, все определяется его геномом. Но нет, говорит Себастьян Сюлунг, на самом деле то, что мы есть, это наш «Конниктон», а именно совокупность всех связей, которые существуют в нашем мозге между нейронами, между клетками мозга. И именно в этих связях между нейронами хранятся наши память, воспоминания о тех или иных приятных и неприятных моментах нашей жизни. Там наши привязанности, любови, дружбы, наш опыт жизненный. Все то, что делает нас личностью и, собственно, то, что отличает нас друг от друга. И когда ученые это поняли, им очень захотелось создать такую карту, вот карту этой «Конниктон» и нарисовать как бы на бумаге все возможные связи между нейронами и, так сказать, понять, что же там происходит. Но оказалось, что нейронов мозгу, наверное, такое же количество, которое сопоставимо, может быть, звездами во Вселенной. И задача эта невероятно сложная и для мощности современных компьютеров просто совершенно нерешабельная сегодня. Но можно каким-то образом приближаться к этому. И, например, ученым удалось создать такую карту для маленького червя. Можете себе представить, величина этого червя, длина там порядка сантиметра, а всего у него нейронов 300. И вот на то, чтобы создать эту карту, ушло порядка 10 лет. Вот такая-то сложнейшая задача. Но увлекательно невероятно, потому что понять, как возникает этот «Конниктон». Это, собственно, понять, что такое человек, что такое наше мышление, что такое сознание, как рождается мысль и образы. Задача невероятно увлекательная. И вот об этом рассказывает в своей книге Себастьян Сюнг. Последняя часть этой книги – это фактически фантастика. Но это фантастика научная, потому что пишет книгу все-таки ученый. Он говорит, размышляет и пытается предсказать, что будет с нами, когда люди научатся сохранять содержимое мозга, вообще, насколько это возможно. Сейчас пытаются, предположим, заморозить человека, больного какой-то болезнью, которая неизлечима сегодня, в надежде на то, что пройдет сколько-то лет, его разморозят и вылечат. Так вот, что произойдет с его мозгом в такой ситуации? Не разрушится ли он? Сможет ли он, так сказать, функционировать так же, как и до вот этих всех креогенных операций? А можно ли, размышляет Сюнг, взять и переписать, например, содержание нашего мозга на какие-то носители, таким образом сохранить личность тогда, когда тело умрет? Ну, в общем, все это страшно увлекательно и весьма дискуссионно, но очень интересно. Я просто уверена, что эта книга, несомненно, понравится и пробудет и мысли какие-то, и идеи, заставит задуматься об очень важных вещах. Так, вот следующая книжка, о которой мне хотелось бы рассказать. Это книга, которую написал человек с замечательным именем, зовут его Адама, фамилия его Резерфорд. И называется она «Биография жизни». Первая часть этой книги посвящена различным теориям, существующим в сегодняшней науке, о том, как возникла наша жизнь на Земле, как она эволюционировала, как она развивалась, какие возникали уже на протяжении последних, наверное, трех веков, когда возникла уже настоящая биология, как наука, какие теории возникали, какие прозрения. Ну, например, такими выдающимися этапами в научном поиске были такие моменты, когда, например, ученые получили клеточную теорию живого, потому что до того было непонятно, что все живые существа на Земле, от растения до человека, все состоят из маленьких клеточек, и только клеточка дает начало другим клеткам. Затем, революционным таким открытием было открытие Левенгука, который увидел в своем микроскопе и мельчайшие такие организмы, которые, оказалось, заселяют все пространство вокруг нас. Они там и в воде, в луже, и на коже человека, и на зубном налете, который он соскребал там у себя, вытаскивая изо рта и у своих домочадцев, и в разных других средах человека. Это было невероятное открытие, которое перевернуло вообще понимание мира, в котором мы живем. Ну и, конечно, Дарвин с его теорией революции, которую движет естественный отбор, и Мендель со своими невероятными законами наследственности. В общем, всем этим этапом большого биологического пути посвящена первая часть этой книги. Во второй части книги Резерфорд говорит о том, что нас ждет, в чем заключается будущее жизни на Земле. И он говорит тоже о невероятных вещах, о невероятных открытиях сегодняшнего дня. Например, о синтетической биологии ученые сегодня способны создавать синтетические организмы, то есть они становятся как бы немножечко даже богом в своей лаборатории. И существует уже такая искусственная бактерия, которую так и назвали синтия, синтетическая. И создал ее Крейг Вентер, о котором я буду говорить тоже немножко позже. И это, конечно, генная инженерия, и то, как это генная инженерия, и методы генной инженерии вторгаются в нашу сегодняшнюю жизнь. И то, что несут с собой геномодифицированные организмы, полезно это или вредно. И вообще вся вот эта вот шумиха вокруг новейших открытий биологии, которые ставят нас перед совершенно новыми проблемами, новыми задачами. И в этой ситуации очень важно понимать научные основы тех или иных процессов, потому что вот что касается геномодифицированных продуктов, например, которых все боятся, на самом деле это абсолютно, так сказать, смешной страх, потому что, представьте себе, что происходит с нами, когда мы просто едим икру, а икра это и есть чистый генный продукт, но никто из нас при этом не становится рыбкой. В общем, об этом, обо всех этих проблемах, которые волнуют и ученых, и человечество, вот в этой книжке. Адам Резефорд «Биография жизни». Следующая книга, она тоже, в общем, продолжает как бы рассказ о новейших открытиях ученых. Это книга Несса Керри, называется она «Мусорная ДНК. Путешествие в темную материю генома». Оказалось, что только 2% ДНК, ну, может быть, не имеет смысла говорить, что такое ДНК. ДНК – это молекула, которая несет в себе всю информацию наследственную о том, что мы собой представляем. Весь набор генов, определяющих весь наш организм. Так вот, оказалось, что только 2% этой огромной молекулы определяют белки, которые важны в организме, которые нас, собственно, составляют. А все остальное, 98%, совершенно непонятно что. Непонятный набор какой-то информации. И недаром ученые назвали ее «мусорная ДНК». То есть, поначалу бы решили, что это действительно какая-то чушь, какой-то мусор, какой-то совершенно ненужная вещь, которая не несет никакой информации. И, ну, с развитием исследований, ну, все-таки ничего не бывает в природе просто так. Поэтому ученые решили понять, все-таки же, ну, не может же быть, чтобы это вот абсолютно была такая ненужная вещь. И оказалось, что вот эти 2%, которые несут информацию о белках ДНК, они фактически присутствуют во всех живых организмах. Но зато вот эта вот темная материя, вот эта мусорная часть, она у организмов разная. Причем, чем более, так сказать, высокий уровень организации организма, тем эта мусорная часть больше. Ну что ж, решили ученые. Значит, действительно, там есть какие-то, эта мусорная ДНК несет какие-то очень важные смыслы. И оказалось, что таки, да, там заложены регуляторные механизмы, которые определяют включение, выключение вот этих 2% ДНК, которые действительно несут конкретную информацию. Это там очень сложные вещи. Там заложена и геометрия молекулы, и, например, такая штука, за которую не так давно ученые получили Нобелевскую премию. Оказалось, на концах ДНК есть участки, которые называются теломеры. И с каждым делением клетки длина этих теломер уменьшается. То есть получается, что эти теломеры, эти участки ДНК определяют старение организма. То есть чем они короче, тем меньше осталось жить. И это открытие так взбудорожило всех, что тут же был найден фермент теломераза, который тормозит укорачивание этих участков. И более того, одна дама, глава известной фармацевтической компании, выпила эти теломеразы, выпила этот препарат, решив таким образом затормозить свое старение. Вот сейчас весь ученый мир наблюдает за ней, смотрит, как получился у нее этот эффект или нет. В общем, книга удивительная, потому что действительно то, как устроена жизнь, то, как идет вот этот перенос информации от клетки от клетки, от организма к организму, фантастический. Поэтому я уверена, что эта книжка тоже должна быть прочитана с большим энтузиазмом и с большим интересом. Ну, вот я уже говорила о том, что 21 век, век биологии, поэтому, конечно, доля книг нашего издательства, научно-популярных, посвященных биологии, очень велика. И следующая книжка, она тоже о генетике, но она написана совсем с другой точки зрения. Она очень личностная, эта книжка. Написала ее известная, тоже такая дама, популяризатор науки Лона Франк. Называется эта книга «Мой неповторимый геном». Лона Франк тоже, в общем, ученый человек, она биолог. И она однажды решила понять, что в ее геноме определяет ее характеры, ее возможные болезни, ее какие-то пристрастия, умение контактировать с людьми. И вот она решила пройтись по всем ведущим научным организациям, институтам, лабораториям, предоставляя свой геном и давая возможность специалистам сказать, вот есть что-нибудь о проблемах, которые ее волнуют. И этот ее тур по всемирно известным центрам генетическим, удивительно увлекательный и очень важный с точки зрения понимания своей личности и каких-то своих возможностей. У нее получилась такая очень тонкая вещь, и дядя от каких-то частных моментов, она приходит к очень важным обобщениям, которые важны для всех людей. На этом пути по научным центрам она встречается с разными учеными, в частности на первых страниц она рассказывает о своей встрече с выдающимся генетиком Джимсом Уотсоном, тем самым Уотсоном, который вместе с Фрэнсисом Криком расшифровал структуру ДНК и получил за это Нобелевскую премию. Это открытие было сделано в 1954 году. Сегодня Уотсон, ученый такой, ну конечно признанный, у нас заслуги все его знают, но при этом он во многом стал нерукопожатным. Почему? Потому что его обвинили в расизме, потому что он вдруг сказал, что обитатели африканского континента по интеллектуальному уровню генетически ниже, чем белые европейцы, белые американцы. Это вызвало, конечно, большое шум, массу выступлений в прессе, но человек он очень противоречивый, но, несомненно, преданной науке. Сейчас он занимается вопросами ментальных заболеваний и их связи с генами, с теми или иными генами. Это, конечно, важнейшая проблема, которую хотелось бы, чтобы была решена. Вот такая это книга Луна Франк, мой неповторимый геной. Следующая книжка, она, собственно, тоже о генах, но написана она врачом. Это Шарон Моалим, врач-генетик, называется она «Властелин ДНК», и как гены меняют нашу жизнь, а наша жизнь – гены. Несомненно, говорит Шарон Моалим, гены влияют на нашу жизнь. Но и наша жизнь меняет гены. И сегодня существует даже такое ответвление в генетике, называется это эпигенетика. Эпигенетики утверждают, что условия жизни, питание, экологическая обстановка могут способствовать тому, что какие-то наши гены могут включаться, а какие-то могут и выключаться. И вот эти закономерности, очень важно их знать. Чтобы предсказать эти эпигенетические эффекты, нужно просто хорошо знать свой геном. Вот начинает он свою книжку, например, с такой истории. Он рассказывает об одном американском рестораторе, который в Нью-Йорке имел замечательный свой ресторанчик, пользовавшийся популярностью, и готовил он там типичную американскую пищу, большие куски мяса, жареная картошка. И сам ел вот такую вот еду. И все было бы замечательно, но у него стал слегка повышаться холестерин. И тогда ему врачи посоветовали перейти на фрукты и овощи. Но он сопротивлялся какое-то время, но потом, когда в его жизни возникла любимая женщина, которая тоже стала его толкать, вот вы говорите, что ты ешь, это ж ужасно. Он все-таки стал действительно больше в свой рацион включать овощи и фрукты. И действительно холестерин у него через год упал, и все как бы ничего, но еще через два года он почувствовал, что здоровье, что-то с ним происходит не то. Он пошел к врачам и оказалось, что у него начинается рак печени. Хорошо, это было засечено в начальной стадии, врачи ему помогли. Но почему такое случилось? Оказалось, что в его гене, в геноме отсутствовал ген, ответственный за выработку белка, который регулирует переработку фруктозы. И фруктоза, попадавшая в организм вместе с фруктами и овощами, она до конца не метаболизировалась, не перерабатывалась. И вот эти продукты, остаточные продукты недостаточного метаболизма, они оказались токсичными, отравляли его печень. Вот такая вот история. Если бы он знал, то есть он вот рефлекторно как-то, ну что-то такое вот ему организму диктовал, не надо есть эти фрукты, эти овощи. То есть многие люди, в общем, чувствуют, что им вот что-то не нужно. Но чтобы это делать осознанно, конечно, надо какие-то вещи просто про себя знать. Кроме того, Малем рассказывает об удивительных вещах, связанных с редкими, как сейчас называют, орфанными заболеваниями, связанными с генетическими нарушениями. Это хрустальные дети, у которых косточки ломаются непрерывно, и люди с кожей, которая при любом движении лопается и возникает. В общем, он говорит о том, как, изучая эти генетические нарушения, мы идем к тому, чтобы найти средства, которые спасали бы таких людей, не обрекали бы их, естественно, на быструю смерть. Или, например, он рассказывает удивительную историю про шерпов, которые пришли в Гималайи всего лишь 500 лет назад и выработали себе способность жить в среде, в которой кислорода присутствует, ну и, как вы понимаете, гораздо меньше, чем на поверхности Земли. И это тоже пример того, как наш геном человека способен приспосабливаться к изменяющимся условиям и вырабатывать какие-то механизмы, которые помогают человеку выжить в тех или иных условиях. Это вот такой пример эволюции, которая, можно сказать, на глазах исторического истории человечества, сознательной истории человечества. 500 лет – это, в общем, совсем короткий срок в такого рода масштабных событиях. Вот такая книга читается удивительно, просто как детектив, потому что это истории конкретных людей, истории конкретных случаев из медицинской практики Шарона Маалима. Так, следующая книжка, она тоже удивительная, на мой взгляд, потому что она рассказывает о том, как человеку удается выжить вот сегодня. И называется она «Почему мы до сих пор живы?». В английском переводе она называлась ещё более выразительно. «Почему мы до сих пор не умерли?». Автор нам говорит о том, что мы живём в мире, населённом всякими разными патогенами, микробами, бактериями, вирусами, и которые только и норовят, значит, чтобы влезть в нас и внести нам какую-то хворь, какую-то болезнь. Что же помогает нам выжить в этой, ну, наверное, в общем, и не очень равной борьбе? А это, оказывается, говорит нам Бен Барак. Как это наша иммунная система. И вот как устроена иммунная система, как она нам помогает побеждать, как она способствует нашему существованию в этом мире. Вот он говорит, причём тоже очень увлекательно, просто эта история о том, как появились первые вакцины, и как люди научились сражаться с бактериями в истории антибиотиков. И почему сегодня антибиотики не всегда нам помогают, потому что оказалось, что эволюция патогенов идёт очень быстро, и порой они даже, к сожалению, опережают учёных, опережают научную мысль человека, придумывая такие способы, которые ему позволяют оказываться победителями в борьбе с этими антибиотиками. В общем, вот такая вот книга. Почему мы до сих пор живы? Путеводители по иммунной системе. Так, следующая книга, она, в общем, продолжает рассказ о взаимодействии человека с миром микробов и вирусов, но совсем с другой точки зрения. Оказывается, не все микробы, не все вирусы, не все эти микросущества – наши враги. И более того, без некоторых из них человек просто не смог бы существовать. Удивительная вещь – в здоровом взрослом человеке почти 4 килограмма – это масса вот этой вот другой жизни, которая с нами живёт, которая с нами любит, страдает, ненавидит и совершает научные открытия. И без этих вот 4 килограмм мы бы не смогли бы не усваивать пищу, мы не смогли бы усваивать, перерабатывать лекарства, мы не смогли бы делать массу вещей. Они нам просто необходимы. Мы с ними существуем, так сказать, в такой гармонии, когда всё в порядке. Но стоит какому-то, так сказать, члену этого сообщества, которое называют микробиом, значит, стоит такому, вот, члену этого микробиома взбунтоваться по тем или иным причинам. Ну, например, мы не так его кормим, или мы там оказались в не тех температурных условиях погодных. Он может взбунтоваться и начать размножаться с большей силой и скоростью, или наоборот, его масса общая становится меньше, что-то мы ему не додаем. И тогда начинаются проблемы, начинаются кишечные, всякие желудочные заболевания. И более того, иногда такие вещи приводят даже к тому, что у нас настроение упортится, то есть состояние этого микробиома и влияет на мозг тоже, на наше настроение, на наши способности. И все вот эти тонкие взаимодействия невероятно сложные. Они сейчас просто вот одно из самых модных, одно из самых модных направлений в научных исследованиях. Они оказались очень важны, эти процессы для человека, и понять их просто необходимо, чтобы осознанно жить и осознанно как-то существовать в этом мире. Вот такая это книга. Я суперорганизм. Почему я суперорганизм? Потому что я не только я, а я еще множество других организмов. Может быть, чтобы понять масштаб, этого я просто одну цифру скажу, что если у человека 24 тысячи, около 24 тысяч, собственно, генов, то вот эти народные гены, чужие гены, которые становятся нам родными, их около 2 миллионов, гораздо больше. Вот такая книга. Джон Терни. Я суперорганизм. Так. Следующая книжка, о которой мне хотелось бы рассказать. Эта книжка называется «Ничто». В мире многие любят и читают журнал «Нью Санитис». Авторами этого журнала становятся самые яркие, самые умеющие писать увлекательно, интересно, глубоко о науке авторы. Это ученые, популяризаторы, журналисты. И вот мы сделали два сборника, состоящих из авторов «Нью Санитис». Первый сборник – это «Ничто», а второй сборник, который называется «Шанс есть». Вот я их рядышком поставлю, может быть. Вот так вот видно. Ну, сначала про книжку «Ничто». Как вы думаете, что общего между большим взрывом, вакуумом, плацебо, ленивцами, дырками в сверхпроводниках и математическим понятием «Ноль»? Все эти вещи объединяет такое глубокое и философское, естественно, научное понятие «Ничто». Действительно, что было до большого взрыва, мы не знаем, по-видимому, «Ничто». И потому что наш мир родился вроде как из ничего. Или дырки в сверхпроводниках определяют свойства полупроводниковые, которые используются везде и всюду. Но это дырки, это «Ничто». Плацебо. Что такое плацебо? Это пустышка, которую используют при исследовании клинического эффекта тех или иных новых лекарств. И это тоже «Ничто». Пустышка, она не несет в себе ничего. Но оказывается, что это понятие «Ничто» имеет глубочайших смыслов. И чтобы понять множество процессов, происходящих вокруг нас, необходимо понять, что это «Ничто». Вот, например, «Ноль». Математический «Ноль». Ну, «Ничто» и «Ничто». Но если «Ноль» стоит рядом с «Единичкой», это уже совсем даже не «Ничто». Это «Десять». А если «Два ноля», это уже «Сотня». И такие вещи, в общем, встречаются очень часто в самых разных процессах. И вот, собственно, такого рода вещам и посвящена эта книга. Каждая эссе рассказывает о том или ином свойстве этого «Ничто» и показывает нам, что если бы мы не понимали бы, что это такое «Ничто», и насколько эти вещи относительны, мы были бы нигде. В общем, вот такая вот книга написана очень остроумно, тонкая, и при этом все эти истории имеют очень глубокий смысл. Вторая книжка рассказывает о том, что такое случайность, что такое вероятности в нашей жизни. Это тоже всё имеет такой и общефилософский смысл, и прикладной. Когда-то Эйнштейн сказал, «Бог не играет в кости». Он не верил в случайность, на что ему Бор ответил, что, знаете, давайте не будем диктовать Богу, как ему жить. Ну, я не дословна, конечно, но смысл их диалога был такой. Действительно, случайности многое определяют в нашей жизни. Правда, философы говорят, что случайность, она только в одном ряду событий случайности, а в другом ряду это закономерность, и, по-видимому, это так. Одна из историй этой книги рассказывает о том, как случайность играет, удача играет роль в научном порыске. И, конечно, есть ряд открытий, сделанных довольно случайно. Ну, например, когда исследовали Виагру, ее предполагали использовать как кардиологическое средство. И вот один из ученых решил попробовать ее на себе и обнаружил весьма интересный эффект. Таким образом, Виагра стала Виагрой. Или, например, в одной английской лаборатории исследовались вещества, которые планировались использовать как пестициды. И руководитель лаборатории сказал своему студенту-помощнику протестируйте это соединение. Он использовал слово to test английское, а индус услышал это как to taste, испытать это на вкус. И он взял это вещество в руку, оказалось, что оно сладкое. Таким образом, был найден один из подсластителей, заменители сахара. Это, конечно, какая-то случайность. Но при этом, если бы люди не занимались бы этими веществами, если бы они исследовали эти процессы, эти случайности с ними бы не произошли. В этом связи Пастер говорил, что удача приходит только к подготовленному уму. Таким образом, случайность вещь такая, ее надо приручать. В американском английском существует такая пословица, что Бог замечает только тех, кто подпрыгивает. Вот случайность, удача, она приходит к тем, кто подпрыгивает. В другой истории из этой книжки рассказывается о том, что вот только люди, верящие в себя, верящие в свою удачу, они-таки эту удачу встречают в жизни. И это объясняется очень просто. Если человек верит в то, что он чего-то достигнет, он коммуникабелен, он оптимистически настроен, он, что называется, позитивен, и тогда действительно удача к нему приходит. А если человек в себя не верит, если он думает, что все равно у него ничего не получится, оно так и происходит. Вот такая вот эта книжка о том, какую роль случайность играет. И в генетике, кстати, тоже, в мутациях, потому что случайные мутации, они большую роль играют в эволюционном процессе и о том, насколько случайны наши появления, насколько случайны была встреча наших родителей, в результате которой мы появляемся, насколько случайны были процессы, происходящие в космосе, потому что действительно, когда многие ученые полагают, что вот тот набор физических констант, которые существуют в мире, он не случайен, настолько так все друг к другу подогнано. Ну, в общем, вот такая-то книжка. Она и о науке, и о человеке, и о физических процессах, и о статистических вещах, например, как обыграть казино. В общем, вот такая книжка. Шанс есть. Шанс есть. Несмотря ни на что. Теперь я, пожалуй, расскажу, об одной из последних наших книжек. Она такая очень необычная. Называется она «Молекула убийцы» или «Химический детектив». Это, несмотря на такое вот довольно легкомысленное название, «Химический детектив», написана она очень серьезным ученым. Издана она была Королевским химическим обществом английским. И посвящена она действительно очень серьезным вещам, а именно это история знаменитых отравлений. Но рассказываются эти истории не с точки зрения, ну, то есть не только с точки зрения детективной фабулы, но и с точки зрения химиков, криминалиста. Каким образом те или иные истории криминальные были открыты, каким образом было показано, что преступление совершено вот так, а не иначе, почему убийца выбрал то или иное вещество. Это очень увлекательная вещь. И на странице этой книги мы встречаем самых известных, самых, так сказать, величайших отравителей Боржа, таких как, прошлого, таких как, например, Папа Римский, Александр VI Боржа, чуим и стало вообще нарицательным в истории. И, так сказать, отравители нового времени, например, князя Феликса Юсупова и его сподвижников, которые однажды, значит, решили убрать Григория Распутина и использовали для этого благородного, как им казалось, ну, наверное, и действительно благородного дела известный яд. И почему у них это не получилось, рассказывает нам автор. Оказывается, отравители-то не знали, что яд, который они используют, взаимодействуя с сахаром, они впрыскивали яд в пирожные, взаимодействия с сахаром, этот яд нейтрализуется. И поэтому им пришлось потом стрелять в Распутина и так далее. История известна. Начинается эта книжка с знаменитой истории убийства известного болгарского диссидента Александра Маркова, убийства уколом зонтика, когда на улице, на одной из лондонских улиц к нему подошел неизвестный и просто уколол его зонтиком, таким образом впрыснул ему яд. А заканчивается книжка истории, можно сказать, совсем новой, истории убийства Александра Литвиненко, в которой был использован яд уже совсем нового поколения, радиоактивное вещество полоний. Это, в общем, уже некая новая ступень в искусстве отравления и в криминалистике, потому что найти этот яд было чрезвычайно сложно обнаружить, раскрыть тайну этого убийства. Вот такая-то книжка. Написана ученым, написана с точки зрения науки, но написана о истории человеческих судьбах и человеческих страстях и человеческих свойствах в общем, человеческой натуры, которая не всегда симпатична, нам прямо скажем. Следующая книжка, о которой мне хотелось тоже сегодня рассказать, называется «Теория всего на свете». Она такая необычная книжка тоже, потому что она написана самыми разными учеными, но выдающимися учеными, известными, сделавшими много в своей области. Дело в том, что вот существует такой человек, Джон Брокман, у которого есть свое агентство, и каждый год он формулирует некий вопрос, который, ну, кажется, ему в этот момент очень важен. И рассылает этот вопрос вот целому такому пулу известных ученых разных стран и специализирующихся в разных областях знаний. На сей раз он решил попросить своих друзей, ученых, рассказать о самых красивых, самых элегантных, самых важных теориях в науке. И вот получился такой сборник, который называется «Теория всего на свете». Тут вот самые такие известные люди, например, Насим Талеб, который автор известной книжки «Черный лебедь», экономист, социолог, и биолог Джаред Даймонд, и философ Ричард Докинс, физик Фримен Дайсон рассказывают, и многие другие рассказывают о своих самых любимых научных теориях, которые им кажутся наиболее изящными, тонкими, интересными. Вот такая вот эта книга. И еще одна тоже книжка, которая нам очень нравится, которую мы все очень любим, написала, вернее, даже не написала, а составила ее Марк Абрахамс. Все мы знаем, что существует Нобелевская премия, а Марк Абрахамс основал свою премию, которую назвал «Игнобелевская». «Игнобелевская премия». Эта премия дается каждый год вручается при таком большом стечении ученых самым странным, самым удивительным, самым смешным исследованием. и как сам Абрахамс говорит, узнавая об этих открытиях, мы сначала, конечно же, улыбнемся, а потом задумаемся о важных вещах, которые, возможно, каким-то образом будут стимулировать и дальнейший научный поиск. эфиром. Например, он рассказывает, может быть, первое исследование такое, исследуется человек, который занимается, музыкант, который барабанщик в оркестре. Как только он начинает барабанить в свой барабан, у него начинаются головные боли. Следующий объект исследования, человек, у которого начинает болеть голова, тогда, когда он занимается арифметическими действиями, сложением и вычитанием. Еще один человек получает головную боль, когда он уже делит и умножает. А следующий объект исследования, читая утренние газеты, просто вот у него начинает болеть голова невероятно. В общем, мысль какая? Ребята, мышление бывает опасно для здоровья. Берегите свою голову от излишних мыслительных процессов. Или еще одно из исследований. Проводилось исследование, какие книжки чаще всего воруют в библиотеках. Оказалось, после большого статистического исследования выяснилось, что чаще всего воруют книги, вы не поверите, по этике. Кто бы мог подумать? Люди, которые специалисты в этических понимают, мании мира и так далее, самые большие воры. Вот такие парадоксальные вещи возникают порой в научном поиске, научном исследовании. Тут масса всяких забавных изобретений, например, как из бюстгальтера делать противогаз. я могу долго говорить об этой книжке, она замечательная просто, она с таким юмором составлена, с таким знанием человеческой природы, она несомненно понравится вам. Это невероятно, это действительно невероятно, все то, о чем рассказывает Марк Абрахамс. И теперь я хотела бы сказать вот еще что. Мы стараемся говорить не только о научных достижениях и каких-то научных открытиях, но и о людях, которые эти открытия совершают. И вот сегодня расскажу о трех наших книжках, посвященных личностям ярким, необыкновенным. Первая книжка это книжка о Стивене Хокинге. Написал ее немецкий популяризатор Роберт Хуберт Манни. В этой книжке много фотографий. Ну, что можно сказать, наверное, все знают, кто такой Стивен Хокинг, автор замечательных научно-популярных книг. Но дело в том, что когда ему было чуть за 20, он узнал, что он болен страшной болезнью. Я даже не наверное так сейчас я подсмотрю, как она называется. Сложное название. Амиотрофический склероз, который в результате привел его фактически к полному параличу. Причем это был страшный процесс. Понемногу отмирали, переставали функционировать все его органы, все его мышцы. И сегодня он прикован к креслу и двигается у него только мышца на щеке, который придет датчик, с помощью которого он и общается с людьми. То есть это датчик компьютером, это целая система, которую сделали его друзья, его коллеги. И вот таким совершенно невероятным образом он общается с миром и более того продолжает мыслить, продолжает создавать научные труды. Жизнь него в науке в науке не всеми оценивается одинаково, не все ученые считают его большим ученым, но то, что он сделал как человек, то, что он сумел сохранить себя, несмотря на такую страшную болезнь, то, что он написал такие замечательные книги, в которых рассказывает о том, как устроен наш мир, что такой большой взрыв, что такое черные дыры и какое место занимает человек во всем этом мироздании, это невероятно и это просто настоящий человеческий подвиг, достойный восхищения, уважения и преклонения. Вот такая эта книга. Следующая книжка это автобиография. написал ее Крейг Вентер, о котором я упоминала уже, человек, создавший синтетическую бактерию, которую он назвал Синти. И человек этот тоже по-своему уникален. Я вот просто прочту, как о нем написали в журнале «Наука». И как только журналисты не называли Вентера в последние десятилетия. Бунтарь, белая ворона, мастер саморекламы, авантюрист, дерзкий, противоречивый, гений, псих, мятежник, фантазер, самонадеянный, вздорный, пробивной, решительный, целеустремленный, вызывающий. И это все о нем. И его биография показывает, что, по-видимому, все то, что здесь сказано, это правда. Он родился в очень простой американской семье, попал в армию. В это время Америка вела войну во Вьетнаме. Он попал во Вьетнам, работал там в госпитале. После войны, после пребывания в Вьетнаме, ему выдался шанс попасть в университет. В Америке солдатам дается такая возможность учиться, получать высшее образование. В университете увлекся биологией и стал большим ученым. Причем он такой человек был, что называется, не из тусовки. Он организовал свою собственную компанию, а потом он организовал свой собственный институт. И занявшись генетикой, он добился таких высот, что и внес такой невероятный вклад в расшифровку человеческого генома, что именно ему было поручено рассказать об этой победе ученых в 2000 году на специальном приеме в Белом доме. Он докладывал Клинтону об этой научной победе. Он, можно сказать, обогнал фактически все официальные государственные организации, которые участвовали в этой программе расшифровки человеческого генома. Далее он увлекся синтетической биологией, сделал вот эту синтетическую бактерию, то есть он синтезировал геном и внес его в остов живой клетки и заставил эту синтетическую бактерию жить, существовать. В общем, многие полагают, что это опасное дело, страшно, но ученые сделали так, что это, в общем, обезопасили специальными механизмами, которые дают возможность этой синтии существовать только в лабораторных условиях, в лабораторной среде. В общем, нам она не опасна, но она просто такой вот очень важный этап в развитии научного знания. Человек впервые стал немножко богом, он создал новую жизнь. Сегодня Вентер занимается чем угодно. Он очень любит плавать на яхтах, бороздит океан, он любит женщин, у него вторая жена очаровательная. Он сейчас, он не хочет стареть, и поэтому он занялся механизмами старения. И наверняка он одержит и на этом пути какие-то победы. Невероятный ученый, невероятный человек, невероятная личность. Вот такая книга. Крейг Вентер «Расшифрованная жизнь». Мой геном, моя жизнь. И еще одна книжка в этом ряду посвящена, ну, наверное, одному из самых больших крупных ученых за всю историю человечества, когда думают, когда задают вопрос, кто вообще за всю историю человечества такой крупной фигуры. Называют два имени, это Ньютон и, конечно, Эйнштейн. И вот последнему Эйнштейну и посвящена эта книжка. Называется она «Самая большая ошибка» Эйнштейна. Написал эту книгу Дэвис Баданис, человек, который, на мой взгляд, один из лучших популяризаторов сегодня науки. Его книги «Еймца квадрат» «Самая известная биография», биография «Самая известная формула в мире и электрическая вселенная» получили множество наград и переведены на многие языки мира, такие бестселлеры. И вот следующая его книга «Самая большая ошибка» Эйнштейна. Биография Эйнштейна в общем удивительна в том плане, что он познал фантастический успех, фантастическое признание, славу, его встречали как кинозвезд. С одной стороны, а с другой стороны, в конце жизни он оказался очень одиноко изолирован от всего научного процесса. Почему так случилось? Дело в том, что в силу своего воспитания, в силу своих представлений о том, как устроен мир, Эйнштейн не принял квантовую механику. Он никак не мог принять идею случайности, которая царит в квантовом мире. Вся его натура, все его представление о мире говорил ему о том, что мир причинен, то есть есть причина, есть следствие, есть законы, по которым живет все существующее вокруг нас. Но не приняв квантовую механику, он оказался вне основных научных тенденций. И в этом, по-видимому, в этом и его самая большая и трагическая ошибка. О его жизненном пути, о том, что он сделал в науке, о том, что, собственно, такое теория относительности, частная и общая, специальная и общая, и какую роль он сыграл в физике XX века и вообще в нашем понимании всего сущего. И о том, как даже такой интеллект, такой мощный ум не смог в какой-то момент принять то новое, что происходило в науке, вот обо всем этом книгу. Может быть, я вот тоже прочту те несколько строк, которые мы вынесли на обложку, которые как раз очень хорошо говорят о том, как представлял себе Эйнштейн мир и науку. Мы подобны ребенку, который входит в огромную библиотеку, ставленную шкафами с книгами на самых разных языках. Как все эти тома попали в библиотеку, кто их написал, никто не знает, но в этих книгах, в том, как они расставлены на полках, несомненно, есть некий порядок. Вероятно, мы никогда его не поймем, но мы можем попытаться прочесть хотя бы одну страничку хотя бы в одной книге. И, конечно, Эйнштейн прочел не одну страничку в этой книге и рассказал нам о прочитанном. Сейчас мне хотелось бы еще сказать о двух математических книжках, которые в последнее время вышли в нашем издательстве. Это такие Одна книжка написана мужем и женой с супругами Левитинами Анонимы Марии, которые наши соотечественники сегодня живут за пределами нашей Родины. Мы подарили многих наших замечательных ученых другим странам. А вторая книжка написана выдающимся популяризатором математики Еном Стюартом. Называется она математические диковинки профессора Стюарта. И та и другая книжка это такие вот сборники головоломок задачек, которые они очень забавные, они очень смешные порой. В книжке Стюарта читатели найдут еще небольшие эссе о выдающихся математиках прошлого и настоящего, которые помогут понять и время возникновения той иной задачки и личность замечательных математиков. А в книжке Левитина собраны головоломки, которые при решении которых необходимо уметь построить алгоритмы. То есть вот это вот алгоритмическое решение, оно необходимо сегодня не только в математике, но и в экономике и в самых разных социологиях, в самых разных областях человеческого знания. Уметь построить алгоритм очень важно именно поэтому, когда в разные компании, причем не только занимающиеся компьютерными науками и всякими другими науками принимают людей, им дают вот такого рода задачки. Это действительно такой алгоритмический подход просто необходим сегодня. И может быть, взяв в руки вот эти книжки, мы сможем развить в себе вот такого рода качества необходимых нашей сегодняшней реальности. И в заключение расскажу о нашей серии, замечательной серии, красивой, такой фундаментальной серии, посвященной истории наукам. Вот тут вот у меня лежат две книжки. Это «Великая физика», сейчас покажу «Великую химию». Это книжки, они устроены таким образом, на одной страничке некий текст, а на второй страничке иллюстрация, красивые картинки, такие цветные и яркие. Тексты посвящены тем или иным важнейшим вехам в истории науки. В этой книжке значит это про физику и здесь вы тоже найдете истории и про Эйнштейна и Ньютона, конечно же, и какие-то вещи, и Доплеры, ну в общем масса всяких замечательных ученых, открытий, которые они сделали. Ну вот подзаголовок этой книжки «От большого взрыва до квантового воскрешения» «250 основных вех в истории науки». Вот это вот «250 вех в развитии физики». Вот такая вот фундаментальная, очень хорошо и живо написанная книжка. Автор ее Клиффорд Пиковер, один из замечательнейших популяризаторов. Вот такая книга. Ее приятно взять в руки, ее приятно подарить, ее приятно иметь в доме, читать, разглядывать, размышлять. Вторая книжка, вот, которая у меня тут лежит про химин. Вот такая книжка, она тоже так же построена, это вот хронологические. Вот тут, например, у меня открылась история аспирина, лекарство, которое сыграло огромную роль, а история его открытия тоже такая вот удивительная. Ну, раз открылась книжка, на этой страничке расскажу. Открыли это вещество в компании Bayer, причем открыл его человек с, сейчас не помню его фамилию, но он был евреем, он был выдающийся ученый, у него масса открытий в разных областях, но, как вы понимаете, когда в Германии началось, пришел фашизм, еврейская тема была соответственным образом. В общем, о евреях ученых предпочиталось не говорить и забыть, и поэтому в компании Bayer была придумана целая такая легенда о том, как замечательный немецкий молодой ученый с абсолютно чистым происхождением пытался делать препарат для своего страдающего болями отца, и вот он придумал этот аспирин, принес его домой, и таким образом спас отца от страшных болей. Вот такая вот история. И такая вот книжка. Тут есть, например, и замечательная история про Вазье, который сформулировал закон сохранения масс, и еще массу вещей сделал в химии, а умер он на плахе, гильотина, значит, это великая французская революция, его обвинили там в воровстве, работав в комиссии по сбору налогов. Вы, конечно, обвинили несправедливо, но интересно то, что последний эксперимент был таков, он попросил своего сотрудника, своего помощника, посмотреть и понаблюдать за тем, когда его голова перестанет соображать после момента отсечения головы, когда закроются глаза и когда жизнь покинет его отрезанную голову. Вот такой экспериментатор до последних минут своей жизни, он думал о науке и думал, пытался открыть какие-то тайны мира. В этой серии вышло, я просто имею возможность показать два таких последних наших томов, но в этой серии есть еще и великая математика, и великий космос, и великая медицина, и великие лекарства, и великая психология, и наверняка каждый человек в силу своих интересов и каких-то своих предпочтений найдет интересную книгу в этой серии. вот, наверное, и все на сегодня наверное я вот уже все время использовала. Спасибо вам большое за внимание, если есть какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу. Ну что ж, вопросов нет, тогда всего доброго. Список книг будет обубликован, да, еще такой момент, значит, какие-то наши книги существуют в электронной форме, их можно купить электронную версию, какие-то книги есть только в бумажной, их можно купить в магазинах и в интернет-магазинах. Так что, пожалуйста, читайте наши книги, узнавайте о том, как устроен наш мир и пытаясь понять свое место в этом нашем новом, в столь быстро меняющемся мире. Есть вопрос? Да, пожалуйста. А российские ученые пишут научно-стиллярные книги? Российские ученые научно-популярные книги пишут, но мало. Дело в том, что на Западе считается для больших ученых очень важно написать научно-популярную книгу и объяснить таким образом, на что идут деньги налогоплательщиков. То есть, они считают своим долгом это сделать. У нас немножко сейчас другая ситуация. В Советском Союзе ученые писали и много. Ну, сейчас, вы знаете, жизнь поменялась, но я очень надеюсь на то, что и наши ученые будут тоже этим делом заниматься, потому что это, конечно, очень важная ситуация. И мы были бы очень рады, если бы после сегодняшнего вебинара получили по электронной почте какие-то заявки, какие-то предложения на вот может быть кто-то и слушает или захочет написать такую книгу или расскажет своим знакомым о том, что вот мы готовы к работе, к сотрудничеству с нашими российскими писателями, популяризаторами. Ну, наверное, будем прощаться. Всего вам доброго, спасибо вам огромное за внимание. Читайте наши книги, пожалуйста, не пожалейте, это совсем не пустое. От вашего имени поблагодарить Ирину Владимировну за такой замечательный рассказ о книгах, о книгах, которые делают нас умнее, которые позволяют нам понять, что происходит в мире. Я, ну, может быть, люди моего поколения примерно помнят, что вот в 70-е и 80-е годы широко развивалась такая серия, как Эврика, все мы выросли на этих книгах и получили представление о науке, которая существовала тогда, а потом у нас был какой-то большой провал в этом популярном научном знании. И, к счастью, сейчас снова приходят книги, которые можно читать, которые снова пополняют нас новыми знаниями, теми, которые появились за последние десятилетия. Это очень здорово. И хотел бы сказать, что вот мы, компания Direct Media, очень много работаем с издательствами в плане нон-фикшн, направление нон-фикшн, стараемся у себя собирать эти книги в электронном виде и их предлагаем как нашим вузам, так и в библиотеке нон-фикшн для публичных библиотек. Ну что ж, вам всем тоже большое спасибо за то, что вы присутствовали у нас. Как всегда, приглашаю вас на все наши последующие мероприятия. Спасибо и до новых встреч. До свидания, до новых встреч в Директ-Академии.